Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Инстинкт Бабы-Яги. Глава первая. В полночь раздался звонок. Я отложил газету и потянулся за халатом. Кто это может быть? К нам с Элеонорой в такое время не заходят гости. Не успел я накинуть на плечи шлафрок, как на столе заголосил мобильный. Я схватил трубку. Слушаю. Ваня. Велела Нора. Немедленно узнай, кто сюда рвется. Уже иду. Ответил я хозяйке и побрел в коридор. В этом звонке вся Элеонора. Чтобы не высовываться из своей комнаты, она просто воспользовалась сотовым. Вам придет в голову трезвонить секретарю, если вы с ним находитесь в одной квартире? Думаю, нет. Хотя мне отчего-то кажется, что у вас нет и служащих, живущих в вашем доме. Но знаете, очень удобно иметь под рукой человека, которому можно раздавать указания. Некоторым людям комфортной покажется и моя жизнь. Обитаю в большой, великолепно обставленной квартире. Комнату убирают, рубашки стирают, брюки гладят. Зарплату не трачу ни на еду, ни на оплату коммунальных услуг. Не каждый так устроится. Однако, в любой бочке самого распрекрасного меда всегда найдется чуток дегтя. Большинство мужчин, чтобы не думать о хозяйственных мелочах, заводят жену и, получая обед, вынуждены терпеть ее капризы. «Я холостяк, зато у меня есть хозяйка». И если на разошедшуюся супругу можно прикрикнуть или, обидевшись, уйти из дома, то от норы никуда не деться. Я обязан с улыбкой исполнять все ее пожелания, а мою хозяйку иногда сильно заносят на поворотах. Вот и сейчас, вместо того, чтобы мирно читать газету, я вынужден выяснять, кому понадобилось ломиться сюда тогда, когда подавляющее большинство людей мирно спит. Звонок повторился. Неизвестный гость оказался настойчив, он был явно полон решимости разбудить хозяев. Я глянул на экран видеофона. На лестничной площадке стояла девочка-подросток. Маленькая, худенькая. На ней были надеты замызганные джинсики, коротенькая, до талии, курточка из слишком яркого, чтобы быть настоящим меха. На голове у девочки чернела бейсболка с надписью «ЕС». Я вздохнул. Все понятно. Наша многокомнатная квартира, расположенная в респектабельном здании. На входе в дом сидят охранники. Балосостоятельных людей здесь нет. Плата за проживание превышает прожиточный минимум москвича. В холле и на лестничных клетках цветут растения в горшках. Пахнет французскими духами и дорогими сигаретами, и никто не поджигает в кабине лифта кнопки. Впрочем, нет и дружбы между соседями. Здесь не принято брать в долг, просить сахар или соль и собираться просто так вечерком на огонек. Но, как я уже упоминал, в бочке меда обязательно найдется деготь. В нашем случае это эстрадный певец по имени Леонид. Честно говоря, я ни разу не слышал песен, которые исполняет парень. Предпочитаю классическую музыку. Но, говорят, он бешено популярен. Истерически настроенных фанаток охрана в подъезд не пускает. И они довольствуются тем, что пишут мелом на асфальте перед домом признание в любви и свое мнение о новых песнях. Но иногда кое-кто из особо предприимчивых девчонок ухитряется прорваться до квартиры кумира. К сожалению, певец живет прямо над нами, и случается, что его гости ошибаются этажом. Поняв, что вижу фанатку, я снял трубку видеофона и сказал. «Леонид живет этажом выше. Вы спутали квартиру». «Мне нужна Элеонора!» – раздался приглушенный голос. Я изумился до крайности. Оказывается, девчонка хочет видеть Нору. Через секунду она стояла в нашем холле. Маленькая, похоже, сильно замерзшая. Короткая куртенка и джинсики стрейч – не лучшая одежда для сырого и вьюжного московского февраля. «Вы, наверное, Иван Павлович?» – тихо спросила она и сняла бейсболку. На худенькие плечики упала копна темно-каштановых волос. Даже в тусклом свете настольные лампы было видно, какие они густые, блестящие, красивые. Просто удивительно, как такие роскошные волосы влезли под кепку. «Да», – ошарашенно ответил я. «Вы правы. Я Иван Павлович Подушкин. А в чем, собственно говоря, дело?» Девочка подняла на меня глаза, и я снова испытал удивление. Огромные, ярко-синие очи горели на небольшом личике с правильными чертами. Если честно, то я до сих пор не встречал подобного лица. Узкий нос, пожалуй, чуть длинноват, рот чуть крупноват, над губой – пикантная родинка, брови чуть широковаты. Но именно эта «чуть» делала внешность неожиданной гости неотразимой. Вы просто не смогли бы оторвать взгляда от девушки, а, встретив ее через пару лет, мигом бы узнали. Она была красива до неприличия и, похоже, совсем не пользовалась косметикой. И еще, я ошибся в отношении возраста. Меня ввела в заблуждение стройная фигурка и тинейджеровская одежда. Но сейчас, когда девушка сняла куртенку и дурацкую бейсболку, стало понятно, что ей уже исполнилось 25, а может, и все 30. Наверное, на моем лице отразилось недоумение, потому что незнакомка неожиданно мягко улыбнулась, похорошила от этого еще больше и нежным, мелодичным голосом сказала. «Я пришла к вам за помощью. Меня хотят убить». От неожиданности я отступил назад. Наткнулся на кресло, забыв о хорошем воспитании, плюхнулся в него и спросил. «Кто?» Гостья снова улыбнулась и пожала точенными плечиками, обтянутыми светло-розовым тоненьким свитерком. «А вот это и надо выяснить. Вы же детектив?» «Я». «Ну, и Элеонора еще». Добавила она. Затем она расстегнула сумочку, вытащила из нее газетную страницу и, ткнув пальцем в левую колонку, поинтересовалась. «Ваше объявление?» Я уставился на строчки. Опытные детективы Элеонора и Иван Павлович Подушкин разрешат любые деликатные обстоятельства. Полная конфиденциальность и быстрота расследований обеспечены. Оплата по факту, расценки умеренные. Делами о супружеских изменах не занимаемся. Пропавшие автомобили и убежавших животных не ищем.